Здесь и много экспертов, и Свен Фишер, и Франк Люк. В общем, хватает титулованного народа. Первую линию нам показывают стартового поля. Итальянцы. Два Виндиша, Де Лоренце и Хофер. У сборной Украины, которая под девятым номером замена, Андрей Дереземля не бежит в последний этап. Вместо него заявлен Сергей Семенов. Под девятым номером украинцы Дмитрий Педручный начинает. Сборная команда Чехии. Восьмой номер. Шлезингер, Крчмар, Сокуп и Моравец. Тоже вполне себе сильнейший состав. Под седным сборная команда Швейцарии. Бёкли, Йоллер, Веснер и Марио Долдер. Вот такой состав. Начинает Клаудио Бёкли. Довольно опытный спортсмен, пусть не шибко титулованный, но на первых этапах он замечен был, причем неоднократно. Ну и уже переходим к самым сильным командам. У французов Алексис Бёв. Вполне себе привычный первый этап. Дальше Жан-Гиом Беатрикс, Симон Фуркат и Симон Дестье. Мартен Фуркат этот этап пропускает, готовится в горах. Сборная команда Австрии. Кристоф Зуман. Он выиграл этап Кубка IBU. Тренировался в Риднау. Приехал в хорошем расположении духа. Он как раз начинает. Даниэль Мезотич, Симон Эдер и Доминик Ландертингер. Вот такой состав у сборной команды Австрии. У немцев на первом этапе будет бежать Кристоф Штефан. Дальше Андреас Бернбахер, Эрик Лессер и Симон Шемп. Арна Пайфера сегодня в составе нет. Сборная команда Швеции, тоже пропускавшая практически полностью предыдущий старт в Оберхофе. По третьим номерам заявлено Арвитсон, Ферри, Линстрем и Бергман. И сборная Норвегии нынче без Бьерн Далена. Йоханнес Пео, получивший олимпийскую квалификацию, будет сегодня начинать. Рыжая норвежская солнышко в отсутствии такового в небе озарило всех нас на старте. Сейчас старший бед. В втором этапе Ветли Кристианссон и Миль Хегли Свенссон будут бежать дальше. И первый номер Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Российские болельщики на трибунах неистовствуют. Здесь очень большая когорта наших. Ну и вообще, кстати, приехали норвежцы. Очень такая разношерстная публика на трибунах. И сегодня без малого 15 тысяч зрителей. И посмотрите, как блестяще начинает француз. Потрясающе совершенно. Штефан попытается укротить сейчас Йоханнес Сабио. Алексей Волков выходил четвертым. Но дальше, как мы видим, остается примерно на пятой-шестой позициях российский спортсмен. Вдоль трибун сейчас проходят биатлонисты. Волков начал не столь мощно. Но в данном случае вот он идет крайним справа. Нужно просто спокойно беречь себя от более настырных коллег. И мы смотрим, как драматично Болгарин Клетчеров начал, которого просто вытеснили на последнюю позицию. Итак, Алексей Сбеофф первым по-прежнему идет. Блестящее совершенно начало. И с самой стартовой поляны французский спортсмен начал задавать тон. Ему 27 лет. Его не было на Олимпийских играх в Ванкувере. Но уже он неоднократный призер чемпионатов мира как раз в эстафетной гонках, в том числе и Микси. Так что спортсмен очень опытный. Петручный начал не здорово, как мы видим, представителя сборной команды Украины там в арьергарде. Ну а здесь же представитель финской дружины вырывается на первую позицию. Это Оли Хилдесалу. И между прочим отмечаем, что Вилли Симола довольно опытный спортсмен. На третьем этапе должен был сегодня бежать, но заменен на сами Орполу. Так что вот еще такое изменение в составе сборной команды Финляндии. Восемь подъемов сегодня ожидают спортсменов. Причем перед выходом на стадион довольно крепкие три. Трасса отличается от женщин. Понятно, что бегут семь с половиной километров. Более серьезный круг. Она, в общем, достаточно разбита. Потому что сейчас непривычно или неприлично тепло. В Рупольдинге 9 градусов выше нуля, несмотря на отсутствие солнца. Но трек по-прежнему в очень неплохом состоянии. И связано это, конечно, с огромным усилием организаторов и с морозоустойчивой ночной погодой. И вот сейчас Алексей Волков. Он как раз плотно работает за Тобиасом Арвецовным, забойщиком сборной команды Швеции. Но, тем не менее, мы пока в числе самых лучших спортсменов этого старта Алексея Волкова не видим. Вот только-только он сейчас начал перемещаться по внутреннему радиусу. Пытается превзойти своего шведского визави. Но, в общем-то, никаких особых неожиданностей на старте мы не отметили. Йоханнес Бео сейчас переходит чуть туда поглубже. И сразу же за ним бежит Кристоф Штефан. Штефан вообще, кстати, в очень хорошем состоянии пребывает. Вспомните чемпионат мира 2009 год. Тогда в Кенчхане двукратным призером стал Штефан. В эстафете здорово отбежал свой третий этап. Плюс ко всему, вице-чемпионом мира стал в индивидуальной гонке. Однако в нынешнем сезоне он готовился в команде Б. Не попал в основной состав немецкой дружины. Но, тем не менее, дальше в основу тренера его взяли. И то, что не удалось чемпионке мира Тине Бахман, которая по-прежнему не в основе бундесманшафт, но женской, на Штефана тренеры едва ли не молятся в преддверии Олимпийских Ир, потому что и желание, и работоспособность колоссальны. И не случайно немцы доверили ему сверхважный первый этап. Алексей Волков прекрасно понимает свою силу. И причем мы помним оберхов. И все те тренировки, которые проводил Алексей, дали результат. В стрелковом плане его позиции незыблемы. Посмотрим, что будет дальше. И сейчас посмотрите, как интересно на первую позицию Миланко Петрович вырывается. Под 24 номером это представитель сборной команды Сербии. Волков по-прежнему работает за спортсменом из Швеции. Первая отсечка километр и 400 метров. Эстонец перед Штефаном тоже интересно наблюдать. Волков идет уверенно на восьмой позиции. Финн уже перемещается на девятое место. Шлезингер, Маркус Виндиш. Ну, собственно, пока все фавориты в первой десятке работают достаточно неплохо и уверенно. Много зрителей традиционно здесь располагается и вдоль трибун. Потому что есть своя прелесть просмотра гонок как раз там, где дыхание вот этой эстафеты наиболее чувствительно. Сейчас посмотрим в этот подъем. И пошел, пошел Штефан. Ну, а тут разговаривает Рэма Круку и Мюсиган. Вот он на ваших экранах. Забойчик сборной команды Германии. Выходит на первую позицию. Зуман контролирует ситуацию. Переходит сейчас на второе место. По-прежнему старается Миланко Петрович задержаться в этой первой группе. Но ему сейчас тяжеловато. И вот к отметке километров 800 сейчас подошли спортсмены. И здесь мы видим на девятом месте Алексея Волкова. Отставание эфемерное. Две с половиной секунды. Что касается наших парней, то для Шипулина и Устюгова это эстафета девятнадцатая на Кубках мира. Но у Антона есть четыре победы, в то время как у Евгения две. Для Алексея Волкова это пятая эстафета. И трижды из четырех предыдущих команда с ним неизменно финишировала на пьедестале почета. Ну, а из стартующих сегодня больше всех эстафеток Виктории Усвенсона. Пятнадцать у Бео восемь, у Зумана, Мизотича и Шипулина по четыре. За прошлый сезон и часть текущего спортсмены пробежали восемь эстафет. И только один раз победители заходили на штрафной круг. Вспомните, это было в Сочи. Тогда россияне взяли предолимпийскую неделю и Кубок мира. Малый Кубок мира. И мы являемся как раз действующими обладателями. В шести эстафетах принимала участие российская команда. Две победы, соответственно. Два призовых места. Второе и третье. Ну и, увы, на чемпионате мира российский квартет остался без медали. Финишировал четвертым, причем на двух чемпионатах мира подряд. Вот этот спуск очень опасный и коварный, где решается судьба очень многих рупольдинских гонок. И причем мы видим, как разогнались по-разному спортсмены. И тут уже головная группа даже некоторый отрыв привезла стараниями и Штефана, и подтянувшегося на втором месте находящегося Йоханнеса Бео. Зуман в стойке подходит к стрельбищу. Дальше за ними небольшой просвет. И идет вторая группа, где Алексей Волков старается чуть-чуть растолкаться, потому что он будет стрелять на первом щите. Но с некоторым опозданием сейчас подошел, как мы видим. Арвитсон промахивается. У итальянца уже два промаха. Мажет Бео первым выстрелом. Мажет Бео. Два раза причем. Ну а Волков выполняет свою задачу блестяще. Вместе с Зуманом, Штефаном. Вот то, что делает сейчас Тарий Бео. Это Йоханнес Бео, прошу прощения. Не мудрено. Это абсолютная сенсация первого этапа. Потому что уже будут штрафные круги. Причем, как мы видим, он еще ни разу не попал, используя один дополнительный патрон. И норвежцы сейчас будут находиться в этой трясине последнего места. Фактически, без малого 500 метров пройдет сейчас Йоханнес Бео. И вы посмотрите, это абсолютно худшая стрельба. Вот это да! Человек, который работал блестяще в нынешнем сезоне. Попал в основной состав, пускай после травмы. Но тем не менее, допускает такие ошибки после своих побед на этапах мирового кубка. Ну что ж, первый этап. Российская команда идет на втором месте. Мы проигрываем всего лишь две секунды сборной Швеции. Один доп. патрон был у Арвицена. У нас чистая стрельба. А это стенание Йоханнеса Бео. И сборная Норвегии стараниями рожеволосого парня отбрасывается на последнее место. Академия, она стала реальными. Академия, она стала реальными. Продолжение следует... 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 Промах третьим выстрелом Четвертый закрывает, пятый закрывает Перезаряжает И попадает Ну что ж Отставание не шибко надо отметить сокращает И Кристианссон конечно сейчас чернее тучи Но уже с последнего места уходит сборная команда Норвегии На гордой 23 позиции находится скандинавская команда Проигрыш еще большим стал 1 минуту и 42 секунды Дальше старший Бео будет бежать Ветли Шостат Кристианссон и Эмиль Хегли Свенссон Что касается российской сборной То после второй стрельбы Алексей Волков уходил на блестящем третьем месте Причем канадец Леги Лек единственный вместе со словацким спортсменом Это Павл Хурайт отстрелял на ноль Ну а Штефан заставил поволноваться Он кстати в гоночных своих перспективах Не заставляет сомневаться тренеров сборной команды Германии В то время как у него все же не самая стабильная стрельба Особенно из положения стоя 85% точных попаданий Вот эта процентовка стала еще хуже Ну а пока Расторгуев 18-й стартовый номер Понятно что у сборной Латвии дальше Пиксенс, Патриюкс и Пузулис будут бежать И в общем ни на что серьезное сегодня прибалтийская сборная рассчитывать не сможет Но то что этот человек является одним из претендентов на олимпийские медали В Сочи сомнений нет никаких Ему 25 лет Очень серьезно помогает в работе супруг Анастасии Кузьминой И вообще такое очень серьезное единение есть между многими сборными командами Расторгуев принимал участие на олимпийских играх Но скажем в Ванкувере он был мальчиком для битья Спринт 50-е место По Сюту того хуже 58-е Никак не мог подняться выше и на чемпионатах мира Но нынешний сезон у него и четвертые позиции были Причем неоднократно Спады отдельные чередовались с подъемами Но он очень перспективен, согласимся Алексей Волков на отрезке 6,4 Проигрывал 3,6 Расторгуеву сейчас отставание 12,2 С солидным просветом прибалтийский спортсмен идет впереди Австрийца Плюс 8,8, плюс 9,8, плюс 12,2 отставания нашего И там обратим внимание, что в спину уже активно задышал Кристоф Штефан В 4 секундах всего лишь он от Алексея Волкова А причем уходил немецкий спортсмен на 11 позиции И смотрите, выигрывал Волков почти 19 секунд у Кристофа Штефана И вот сейчас на этом моменте Штефан пронесся невероятно быстро И недалек, я думаю, тот час, когда он начнет атаковать Расторгуев тем временем увеличивает превосходство за Меньше чем километр до финиша Волков и Кристоф Штефан Штефан за Волковым, но видно, что очень дорогой ценой Вот этот отрезок дался немецкому спортсмену И уже такой мощи в движениях, в отталкиваниях мы не видим Работает за Павлом Хурайтом, который не быстр Шведский спортсмен Арвитсон Это борьба за десятку сильнейших И мы видим, что Степценко из сборной команды Эстонии Уступает 32 секунды Бев, кстати, начал тоже не шибко активно 35-секундное отставание У него два доп. патрона всего лишь Довольно медленно, впрочем, уверенно стрелял И тем не менее в гонке проигрывает Так что стартовая поляна Отнюдь ничего не значит Российская сборная пока на четвертом месте И давайте смотреть отрезок 6,4 Где там Йоханес Беон появляется Но проигрыш большой И видно, что 1 минута 53 Намного быстрее Расторгуев бежит Йоханеса Беон И посмотрите, он уже в одиночестве Выходит на стадион Идеальное, близкое к таковому прохождению спуска Хотя спортсмен, видно, осторожничает И уже обжегшись на молоке Дует на Рупольдинскую воду И посмотрите, какой большой отрыв у сборной команды Латвии Итак, Расторгуев в преддверии Олимпийских игр Снова заявляет о себе Пускай в этой эстафетной гонке С блеском выигрывая первый этап Потрясающей скорости Смотрим дальше И здесь Уступает Алексей Волков Но старается Держаться вот за теми тремя Которые создали еще небольшой просвет Сборная Италии Сборная Германии И австрийцы Касание обязательно И у нас Евгений Устюгов Десятисекундное отставание Леша все-таки додержал Посмотрите И Пусти Пропустил Вперед Представителя сборной команды Германии Но Тем не менее Остался рядышком И так со своей задачей Справляется Спортсмен из сборной команды России Алексей Волков Дальше Евгений Устюгов Евгений Устюгов Который пропускал Концовку декабря Кубковую Кстати если говорить об общем зачете Кубка мира То вполне себе Безболезненно и безбоязненно Может Мартен Фуркат не выступать в Рупольдинге Потому что его преимущество над Эмилием Хаглисвенцем Просто огромное 462 очка набрал француз И двукратный олимпийский чемпион Проигрывает ему много баллов 293 баллов у Эмиля Йоханнес Бео Идет между прочим на третьем месте в Татале Дальше Улиайнер Бьерндален Которого мы не увидим в Рупольдинге Шипулин Пятое место Устюгов шестое Малышка восьмое И Волков одиннадцатая Штефану гонка далась тяжело Но со своей задачей он справился Вот посмотрите как интересно В восьми гонках последних побеждали три команды Трижды норвежцы Трижды россияне Дважды французы И вот любопытный такой факт Если в составе норвежской сборной Одновременно присутствует Тарри Бео и Свенсен Команда всегда заезжает на подиум Посмотрим что будет на этот раз Сборная Германии Последний раз выиграла эстафету Ван Хольце В одиннадцатом году Это почти три года назад И с той поры прошло 12 гонок Но это далеко не антирекорд Когда-то 23 гонки к ряду Не могли выиграть немецкие спортсмены И посмотрите почти две минуты Проигрывает Йоханнес Бео Передавая эстафету старшему брату Итак сборная Норвегии Находится на крайне непривычной и неприличной 22 позиции С оставанием от лидера в одну минуту и 52 секунды Обогнали Финов Ну и кого-то там еще Это уже собственно говоря не важно Ну а вот смена этапа И давайте посмотрим статистику Прежде чем мы переключимся на гонку Здесь у Кристофа Штефана Между прочим абсолютно лучший ход 16 секунд он привез Расторгуева